И мы начинаем, официально уже начинаем наш вебинар школы Ешка по нашему учебному предмету практическая психология. Зовут меня Пушкин Александр Анатольевич, я преподаватель по этому предмету практической психологии школы Ешка, а также судебный эксперт-психолог. И будем с вами потихоньку начинать рассматривать, как-то немножко знакомиться с этой темой. Итак, я сегодня предлагаю нам с вами, так сказать, пройти по трем пунктам нашего плана. Это первый пункт – это испытание реальностью и способа его избежать. То есть, что такое вот именно ложь, и мы пробуем разобраться, какое она имеет отношение к реальности, к защите от реальности. Дальше. Немножко с вами, ну я надеюсь, не очень немножко, а даже может быть так широченько, мы с вами коснемся такого явления, такого, значит, как детектора лжи. Вот, что это за предмет, что это за объект такой, вот, как можно, в каких случаях можно с ним познакомиться. Вот, ну хотя я не хотел бы, чтобы вы с ними знакомились ни при каких обстоятельствах. Вот, ну и попробуем разобраться, какие связаны с этим предметом, с этим детектором лжи, какие с ним связаны мифы, и что является правдой. Вот, и третьим пунктом нашей программы я бы хотел вам предложить презентацию такую небольшую и очень интересной книги врача-психиатра Чарльза Форда, которая называется «Как, почему и зачем лгут даже честные люди». Вот, ну, еще по ходу нашего общения я, ну, как бы еще вам предложу одну тоже интересную книжку, связанную с обсуждаемой нами темой, которую вы тоже можете купить или, там, прочитать в интернете, вот, для того, чтобы ознакомиться с этой такой очень интересной, такой масштабной, масштабной темой. Вот, ну, давайте, как это, пройдемся по, по уже пунктам нашего плана. Вот, значит, у нас здесь на нашей картинке, которая сопровождает наш план, вот здесь изображено, как видите, некто развешивает макаронные изделия на уши другому человеку. Вот, ну, вы знаете, что существует такая поговорка насчет того, что вот ложь почему-то связана с вешением лапши. Почему я представления не имею, вот, может быть, у кого-то есть какие-то мнения или кто-нибудь знает, откуда взялась такая пословица. Если вы об этом знаете и можете поделиться с нами, написав в чат, я буду вам благодарен, если вы действительно что-то знаете о происхождении этого такого крылатого выражения, связанного с ложью и с ясными продуктами. Ну, понятно, что, кажется, ложью сыт не будешь, вот, ну, все-таки продолжим. Итак, испытание реальностью и способа его избежать. Вот что же, собственно говоря, почему ложь так или иначе связана с реальностью? Точнее, с нашим, ну, может, так сказать, с нашим нежеланием иметь дело с реальностью. На прошлом вебинаре мы с вами, ну, те из вас, уважаемые участники, кто присутствовал на прошлом нашем вебинаре, который был посвящен механизмам психологической защиты, вы, должно быть, помните, что мы, когда мы разбираем эти механизмы, мы говорили о том, что их целью этих механизмов является защита, защита эго, защита я от чего-то, да, внешнего. Вот, вот, и я еще раз повторю, что эти механизмы психологической защиты призваны защищать тот набор представлений, тот набор идей представлений, которые находятся в нашей голове относительно нас самих, относительно окружающего мира, относительно нашего места в этом окружающем мире. Вот, как бы там ни было, даже у самых адекватных людей, у самых мудрых людей, этот набор представлений, вот, о себе самом, о своем месте в мире, о окружающем мире, он может быть не всегда адекватным. А что уж говорить о людях, которые, ну, не достигли, к сожалению, какого-то уровня, скажем так, рефлексии, да, не научились рефлексии, не достигли какого-то уровня мудрости. Вот, тем людям еще тяжелее, так как их картина, я, образ я, да, свое место в мире, образ свое место в мире, они сильно искажены. И окружающая реальность постоянно, что называется, бомбит этот образ, атакует этот образ, и человеку становится очень неприятно вот от того, что это происходит, он начинает включать механизмы психологической защиты. Собственно говоря, эти механизмы психологической защиты и являются способами самообмана. Вот. Ну и обман, опять же, используется людьми, скажем так, для того, чтобы избежать чего-то неприятного, да, в своей жизни и привлечь что-то более приятное. Вот, ну это так в самых, скажем так, общих таких вот словах. Вот. Ну и здесь, как у нас написано в нашем слайде, что обман и самообман можно считать реакцией на внешние конфликты. Почему? Вот. Мы с вами тоже знаем из нашего курса практической психологии, что человек как бы не живет, естественно, в вакууме, не живет в открытом космосе, он живет среди других людей. И у самого этого человека, и у других людей есть свои интересы. И эти интересы не всегда совпадают. Вот. Нам, людям, приходится между собой конкурировать за что-то, да, например, за какие-то ресурсы. Там, не знаю, там, на работе конкурировать друг с другом там за премию, за зарплату. Вот. Конкурировать за внимание чье-то, да. Вот. Точно так же, например, детям приходится в семье, особенно если ребенок не один, им приходится конкурировать друг с другом за внимание своих родителей. Вот. Поэтому человек всегда находится, когда он находится в взаимоотношениях с какими-то партнерами, он также находится, можно считать, что он находится, что эти взаимоотношения имеют в какой-то степени конфликтную основу. Это о внешних конфликтах. Так, здравствуйте, уважаемые участники, кто к нам только что подключился. Я очень рад, что вы с нами. Вот. Но могут ли у человека быть конфликты внутренние? Конечно, могут быть. Мы с вами тоже, опять же, помним из нашего курса о том, что у человека, в психике человека, можно выделить различные элементы, из которых состоит система нашей психики. Ну, возьмем самый классический и классическую классификацию, которая была предложена Фрейдом. Это такая трехчастная система личности, состоящая из я, из эго, из оно и суперэго. Вот. То есть, так как есть, имеется, три элемента в нашей психике, то они также, хоть они, как говорится, являются партнерскими между собой, но они также являются и конфликтными между собой. И вот внутренние конфликты также, когда они имеют места у человека, то человек использует механизмы психологической защиты для того, чтобы избегать или каким-то образом нивелировать эти внутривличностные конфликты, которые приносят человеку не меньшее страдание, чем конфликты внешние. А то бывает и большее страдание приносят. Вот. Ну, да, любые взаимоотношения являются конфликтными. Так вот, обман и самообман являются средствами, если не разрешения, то хотя бы какого-то нивелирования, ну, если получается разрешение, или нивелирования таких конфликтов. Итак, обман можно, опять же, очень условно разделить на таких две, как бы, больших доли, таких, две больших половины. Это, собственно говоря, сознательная ложь и самообман, вот, который представляет собой набор бессознательных механизмов выскажения реальности. То есть обычно сознательную ложь люди используют для того, чтобы общаться с внешним миром, да, то, чтобы добиться от других людей чего-то для себя хорошего. Люди могут использовать вот эту сознательную ложь. В отношениях же внутри своей собственной психики, опять же, повторю, что используется в основном такой механизм, как самообман. Вот. Дальше. Человек задействует механизмы обмана и самообмана, чтобы чувствовать себя более счастливым. Вот. Ну, да, можно сказать о том, чтобы избегать неприятных ощущений, избегать какой-то боли. Ну, и можно сказать, чтобы чувствовать себя счастливым. Ну, вот можем привести какие-то совершенно простейшие примеры, когда, допустим, ребенок, да, пытается обмануть родителей или бабушку и дедушку для того, чтобы получить там желаемую какую-то конфету или какую-то игрушку. Вот. То есть, глядя, наблюдая за таким поведением детей, мы можем, что называется, ну, как на такой четкой, ясной модели понять, в чем же является суть вот обмана, да, в чем его предназначение. Вот. И, как говорится, копнем еще немножко дальше. А откуда же вообще взялся вообще этот феномен, да, лжи вот? Откуда он вообще взялся? И присущ ли он этот феномен людям, только лишь людям? Нужно сказать, что он далеко присущ не только людям. И люди унаследовали эту способность через, путем эволюции, да, мы унаследовали эту способность, этот механизм от наших далеких предков, которые, скажем так, были не только даже, не только от обезьянных предков, да, если можно так выразиться, а еще более дальних, далеких, глубоких предков. Ну вот давайте возьмем какие-то примеры, попробуем, ну, привести, да, где в природе, вот в нашей естественной природе можно встретить проявление лжи, да, как именно биологической целесообразности. Ну, представим себе, я думаю, вы, может быть, даже такое видели, когда птица, сидящая на гнезде, пытается, ну, притворяясь раненой, пытается отвести хищника от гнезда с яйцами или от гнезда с птенцами. Вот, то есть, как бы, предлагая себя, как легкую жертву для хищника, тем самым пытаясь увести его в сторону от гнезда. Вот это, как бы, такое простое проявление лжи в природе, которое, ну, имеет своей целью выживание. И что нужно сказать, что у животных, собственно говоря, как бы сказать, до человека, у животных, до человека, ложь, обман, они имеют функцию способствования выживанию. То есть у животных, когда они задействуют механизмы обмана других видов, других своих, других живых существ, это никак не связано с моралью, это связано чисто исключительно с выживанием. Вот, у человека же, как у, скажем так, живого существа, у которого есть, существуют не только биологические потребности, но и социальные потребности, эта ложь, да, способность к лжи, она выходит вообще на новый уровень. И задействуется она людьми не только для того, чтобы избежать какой-то смертельной угрозы, не только, а и для того, чтобы, скажем так, получить некие выгоды от нашего социального существования. Вот. И тоже вот в заключении этой вот такой маленькой вступительной главки, это тоже, как бы, хочу сделать отсылку к нашему прошлому вебинару. Если кто из вас, уважаемые участники, его помнит и участвовал, то вы увидите здесь, что это вам уже немножко знакомо, что ключевые механизмы самообмана – это же механизмы психологической защиты, о которых мы с вами говорили. Это отрицание, проекция, уменьшение когнитивного диссонанса. Ну, вы можете посмотреть и в нашем курсе, или в интернете, что такое когнитивный диссонанс. Он, кстати говоря, тоже очень хорошо связан с нашей обсуждаемой темой. И один из таких механизмов, как самооправдание. Вот. Если человек задействует эти механизмы, то есть он их всегда задействует бессознательно, если он никак не может обнаружить в себе этот самообман, то он и будет так находиться вот в этой, в плену этих иллюзий и не сможет решать те проблемы, которые действительно представляет перед ним жизнь. Вот. И по вот этой вот теме, по вступительной нашей части, я бы вам хотел порекомендовать, порекомендовать такую очень интересную книгу, которую написал Роберт Триверс. Она называется «Обмани себя. Как самообман помогает нам выжить». Вот этот ученый, он является биологом, и он как раз разбирает, и в такой популярной манере, очень доступной, доходчивой манере, он разбирает эволюционный механизм развития обмана и самообмана. Вот. Это очень интересная книга, которую я вам крайне рекомендую найти либо на книжных полках магазинов, либо в интернете. Вы абсолютно не пожалеете ее, прочитав, и наоборот станете гораздо более компетентным человеком в понимании этого феномена, такого как обман и самообман. Далее. Ну, понятно, очевидно, что с таким явлением, как обман, непосредственным образом связан такой предмет, как детектор лжи. Вот. Он у нас еще называется полиграф. А вот состоит из двух слов, в переводе с греческого, которые означают поле много, и граф описать. Синоним детектор лжи, который больше известен среди, так сказать, широких масс. Что это такое? Это техническое средство, используемое при проведении инструментальных психофизиологических исследований для синхронной регистрации параметров дыхания, сердечно-сосудистой активности, электрического сопротивления кожи, а также при наличии и других возможностей, и других физиологических параметров. С последующим представлением результатов регистрации этих параметров в аналоговом или цифровом виде, ну, то есть в виде, который может считать специалист. И предназначен он для оценки достоверности сообщенной информации. Вот. Тут же, сразу же в этом определении, есть некий подвох. Ну, как бы не обман, а именно подвох. То есть изначально полиграф, это детектор лжи, он предназначался для того, чтобы, ну, в первую очередь, он предназначался для как бы для нахождения доказательств вины лиц, которые совершили те или иные преступления. То есть для того, чтобы изобличать преступников, совершивших там какие-то серьезные преступления. Вот. Ну, я думаю, вы тоже об этом, уважаемые наши слушатели, зрители, много наслышаны, может быть, читали о том, что история вот так называемой детекции лжи, она тоже довольно богатая. Вот, что еще в древнем мире использовали, значит, рис, да, сухой рис для того, чтобы выявлять возможного преступника, что когда вот собирали, допустим, там в древнем Китае, собирали, значит, подозреваемых в совершении некого преступления и выдавали пожменьки риса и заставляли жевать. При этом, значит, и следователь, если можно так сказать, или следователь, он, значит, задавал некие вопросы, рассказывал о каких-то, значит, обстоятельствах этого дела и смотрел за тем, что происходит с этими испытуемыми. Вот те, кому, как бы, как говорится, было нечего бояться, те спокойно прожевывали этот рис. Тот же человек, который испытывал какой-то страх в процессе этого исследования, у него пересыхало во рту, то есть слюнные железы не вырабатывали достаточное количество слюны, и он просто давился этим рисом, и таким образом, значит, его, значит, брали и вытаскивали для определенного там наказания. Вот, ну, то есть на таком вот принципе, значит, когда для того, что, в принципе фиксации неких физиологических изменений при предъявлении человеку каких-либо словесных стимулов, вот и построен принцип детекции лжи. Ну, то есть начиная от такого примитивного, как жевание риса, или там еще что-нибудь подобное, и заканчивая современными, изощренными аппаратами, которые измеряют там множество физиологических параметров. Вот, ну, суть как бы остается одной и той же. Вот давайте попробуем, попробуем понять, действительно ли, действительно ли детектор лжи, он и, ну, как бы сказать, действительно ли он регистрирует ложь? Каково ваше мнение, уважаемые участники? Кто считает, что он действительно регистрирует ложь, кто считает, что он регистрирует что-либо другое? У кого есть какие мнения? Так, Наталья Сознодорожная прям сразу нам выдает правильный ответ. Конечно, детектор лжи на самом деле регистрирует состояние страха у человека. А связан ли этот страх с действительными событиями, которые имели место, с действительными ли с тем, что человек совершил? Или связаны ли они с какими-либо воспоминаниями, которые просто по цепочке ассоциаций у человека всплыли при, скажем так, при предъявлении ему словесных стимулов? Этого сказать не может достоверно никто вообще. Поэтому, что касается полиграфа, что касается его надежности, как именно инструмента детекции лжи, существует огромнейшее сомнение у ученых и, собственно говоря, у практиков. Поэтому, как говорится, ученые говорят, что детектор лжи не измеряет ложь, он измеряет страх. Также нужно иметь всегда в виду, что люди тоже ведь не одинаковые. У людей есть и индивидуально-психологические особенности. Например, самый важный из них – это тип нервной системы. Например, при слабом тормозимом типе нервной системы человек, которого проводят обследования с помощью полиграфа, он будет выдавать своими реакциями слишком много ложноположительных результатов. То есть он переживает, беспокоится просто по каким-то совершенно мизерным пустякам. Из-за этого вот эти стрелки этих приборов будут фиксировать бурную реакцию страха. Вот хотя на самом деле человек ни к чему не причастен, и ничего он этого не делал. Но вот большое количество ложноположительных срабатываний этого детектора они также сводят, просто в ноль сводят его ценность. Как механизм призванного именно детектировать ложь. С другой стороны, например, люди, которые имеют сильный тип нервной системы, которые могут контролировать даже свои некие физиологические реакции, они могут совершенно спокойно врать, да, и при этом не шелохнув там ни на один миллиметр ступного столба своим кровяным давлением и тому подобное. Вот. Есть еще тип людей, которые, ну, как бы, менее распространены, но такие люди есть, и они представляют собой проблему вот для следственных органов. Это люди, которые имеют выраженный истерический тип характера. То есть это люди, которые умеют вдохновенно врать. Вот. Эти даже люди, которые даже, если они даже совершили действительно серьезные преступления и их обследуют с помощью детектора лжи, они совершенно легко и спокойно вытесняют все чувства, какое-то чувство вины и чувство страха вытесняют моментально и в связи с вопросами, которые им задают, не испытывают вообще никаких чувств. Поэтому проходят обследование очень легко. Вот. И таким образом у таких людей не детектируется то, что должен детектировать, выявлять этот аппарат. Итак, по поводу, еще, как бы, вернемся к истории. Вот. Первый практический опыт применения подобных инструментов принадлежит известному итальянскому криминалисту Чезаро Ламброзо. Ну, я думаю, вы слышали это имя, да, вот его многие, он был новатором во многих исследованиях, в том числе и различных курьезных и скандальных. Но, тем не менее, его вклад Ламброзо в развитие науки очень велик. Вот. Он еще в 1881 году впервые применил определенные инструменты для того, чтобы фиксировать изменение кровяного давления у допрашиваемого. И, таким образом, в некоторых случаях удавалось изобличить преступников в совершении какого-то преступления. И эти вот некие единичные случаи применения этого аппарата для изобличения преступников, они вдохновили следователей, вдохновили юристов на то, чтобы использовать этот аппарат, его совершенствовать, использовать его для как бы для расследования различных преступлений. вот. Так. Я смотрю, у нас есть жалуются один из наших участников, что плохая связь. Я надеюсь, что наш администратор сейчас, модератор, что-нибудь поможет каким-то образом нашему уважаемому участнику. Мы продолжим дальше. Вот. Итак, первый прообраз современного полиграфа был сконструирован в начале 20 века. В США аппарат одновременно регистрировал несколько вот изменений физиологических параметров и применялся для расследования преступлений. Далее. Область применения, современная область применения полиграфа, это при расследованиях преступлений, значит, такое точечное применение, если можно так выразиться. Точечное применение это выяснение причастности к совершенному событию или выявление достоверности свидетельских показаний относительно совершенного противоправного действия. Вот. и дальше это так называемые скрининговые вот или такие вот обзорные такие вот исследования. Это профилактика, профилактические проверки при трудоустройстве или работающих там граждан, персонала на выявление факторов риска, например, злоупотребления алкоголем, долги, кредиты, хищения и так далее, способных негативно отразиться на деятельности компании или служебного подразделения. Вот. А сейчас вот в современной практике юридической, да, в современной науке физиологии, психологии идет очень серьезно идут споры об вообще эффективности, даже не столько эффективности, а вообще допустимости вообще применения полиграфа для вот сказанных уже вот вышесказанных целей. Например, вот если мы сейчас возьмем современное законодательство допустим Соединенных Штатов Америки, да, где, собственно говоря, полиграф был изобретен и где он активно, ну более или менее активно используется на практике. Вот. Значит, в США существует закон, который регламентирует применение полиграфа в различных сферах. Так, например, наиболее частые применения полиграфа в США используются при приеме на работу в государственные учреждения, государственные агентства. Так вот, в США существует закон, которым официально запрещается использование полиграфа при приеме на работу в частные фирмы, компании, в общем, короче, в бизнесе, да, запрещается применение полиграфа. То есть нельзя по закону от человека, который устраивается на работу, требовать, чтобы он прошел полиграфологическое исследование. Исключение этим законом предписано только лишь для определенных государственных инстанций. как, например, официально должен проходить полиграфологическое исследование кандидат, который желает поступить на службу в Федеральное бюро расследований, в Центральное разведывательное управление, например, на службу в Государственный департамент США, на службу в полицию, на службу, служба, которая занимается расследованием в сфере наркотиков и так далее, и так далее. Также обязательным является обследование на полиграфе при поступлении на работу, а также при регулярной проверке проходят работники, которые работают в Министерстве энергетики США. Почему Министерстве энергетики? Потому что оно связано с атомной промышленностью. И поэтому государственные мужи посчитали, что при всей спорности полиграфа как инструмента, при всей его ненадежности, при всех других его каких-то недостатках, на данный момент применение этого прибора в сфере государственной безопасности обеспечивает хоть какие-то хотя бы минимальную, не то чтобы гарантию, но хотя бы минимальный какой-то перевес в обеспечении какой-то безопасности. очевидно, что нельзя нанимать на работу правоохранительные органы, в организации, связанные с опасными предметами, как ядерная промышленность. Нельзя принимать людей, которые имели проблемы с законом, которые имеют проблемы с долгами, которые имеют какие-то проблемы с алкоголем, с наркотиками и так далее. Эти люди должны быть на первом этапе отфильтрованы, иначе это действительно может иметь очень неприятные последствия для безопасности граждан. Понятно, что продолжаются многочисленные исследования в сфере применения полиграфа, и ученые спорят о том, что действительно имеет ли смысл его применять, но пока еще законодатели в США говорят, что если от этого есть хотя бы минимальная польза, хоть самая минимальная, его применять для целей государственной безопасности можно и нужно. Вот так, например, есть одно из таких серьезных возражений применения полиграфа, например, о его очень слабой надежности. Например, некоторые исследователи утверждают, что, допустим, надежность полиграфа достигает 95%, ну, например, некоторые утверждают 95%, то есть кажется, что это довольно много, 95%, да, ничего себе, казалось бы, хорошо, но из тысячи человек, обследованных полиграфом, получается, 50 человек оказываются отсеянными либо из-за ложноположительных результатов, либо часть из этих людей могут пройти полиграф, но оказаться ненадежными и оказаться в, значит, работать в сфере государственной безопасности или, значит, работы с опасными материалами. Вот, ну, опять же, повторюсь, что считается, что если можно хоть какую-то значительную часть ненадежных кандидатов отсеять, то и то хорошо. Вот, что касается других, значит, моментов в использовании полиграфа, так, например, полиграф в США также можно использовать для расследования каких-то преступлений, но, опять же, без согласия самого испытуемого, самого подозреваемого применять полиграф нельзя. То есть, если он согласится, тогда да, если не согласиться нельзя, и ни один суд не примет эти полученные данные с помощью полиграфа без согласия самого испытуемого, не примет ни один суд в качестве доказательства. Вот, ну, опять же, есть, например, ситуации, тоже они в законодательстве описаны, что когда человек может сам пожелать пройти полиграфическое, полиграфологическое исследование с целью, например, утверждения своей хорошей репутации или в качестве доказательства того, что, например, он там хороший семьянин и тому подобное, вот, что такие тоже вполне разрешаются, человек может по своему желанию пройти такое обследование и получить результаты, обнародовать его, показав всем, что, смотрите, вот я, допустим, достойный член общества. Вот, что еще следует сказать по поводу полиграфа, да? Итак, мы с вами сказали о том, что исследователи не могут быть уверены в том, что этот инструмент достаточно надежен для выполнения своих функций. Ну, есть, существуют факторы, которые влияют на результат этого обследования. Факторы эти далеко не всегда можно контролировать. Вот эти факторы как раз обусловливают невысокую надежность этого инструмента. Итак, ошибочная интерпретация результатов. Итак, детектор измеряет не ложь, а изменение физиологических реакций организма, свидетельствующие о значимости предъявляемых стимулов для исследуемого лица. При несоблюдении специалистам существующих методик и базовых принципов проведения исследования данный фактор может приводить к ошибкам. То есть, никто не знает, допустим, человеку предъявлен некий словесный стимул, никто не знает, каким образом он откликнется в его сознании, в его бессознательном. И этот отклик может быть не всегда адекватным. Далее, предубеждение исследуемого лица. Реакции организма отражают не истинность фактов, а всего лишь веру, испытуемого в их истинность или ложность. И то, не во всех случаях. Испытуемый может думать, что его знание правдиво, хотя на самом деле оно не отражает объективной реальности. То есть, сам человек может заблуждаться относительно фактов, которые его спрашивают. Даже такое возможно. Дальше, предубеждение самого специалиста полиграфолога. Так как данные, полученные при помощи полиграфа, могут интерпретироваться весьма широко, то в случаях, когда эксперт имеет предубеждение относительно по отношению к тестированию, то существует опасность сложного вывода. Вот, например, представим себе простую ситуацию. Например, бывший, допустим, преступник, совершивший некое преступление, задерживается полицией. И его довольно обоснованно подозревают в совершении какого-то преступления. Он, например, на самом деле его не совершал. Но полиграфолог, который проводит обследование и знает о том, что этот человек уже привлекался, он из-за вот этого сдвига в своем сознании может начать интерпретировать полученные результаты необъективно, то есть в обвинительном ключе для обследуемого. Дальше. Противодействие обследованию. Существуют методы, некоторые считают, что они существуют, некоторые считают, что не существуют, но они на самом деле существуют, при которых тестируемый может влиять на показания, используя различные манипуляции, незамеченные специалистом. В частности, для военнослужащих США и НАТО существует программа R2I, которая предназначена для того, чтобы человек мог сопротивляться обследованию на полиграфе, ну естественно, обследованию, скажем так, недобровольному. Какие может применить человек способы противодействия полиграфу, доступные даже любому, скажем так, любому из нас. Самые простые это накануне обследования, это употребление, например, алкоголя. Алкоголь резко искажает физиологические реакции, делает практически не читаемой, не интерпретируемой вот эту вот карту при обследовании. Есть другие способы, когда люди начинают причинять себе боль каким-то образом в процессе обследования, то есть, чтобы изменить физиологические показатели. Некоторые, например, говорят, что достаточно перед исследованием напиться какой-нибудь жидкости, чтобы через некоторое время сильно захотелось в туалет. Это тоже искажает данные и затрудняет интерпретацию. Дальше. О состоянии проверяемого лица. Физическое или психологическое истощение. Если человек истощен, если человек устал, то его реакции также будут довольно искаженными на предъявляемые стимулы. Например, наличие у исследовавого лица психического расстройства или фазы обострения заболевания связанного с нарушением сердечно-сосудистой либо дыхательной системы. Эти факторы тоже сильно влияют на результаты. Например, то же самое нахождение исследовавого лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Регулярное употребление сильнодействующих лекарственных препаратов. То есть, например, таблеток употребить таблеток от кашля, которые содержат опиаты, и уже будут серьезные искажения в результатах этого обследования. Ну и там, например, беременные женщины тоже могут в связи со своим физиологическим состоянием давать искаженные реакции. И также возраст обследуемого лица несовершеннолетний или малолетний возраст. В 2003 году, как я уже говорил, проводилось множество и сейчас проводится множество исследований эффективности и надежности этого аппарата. Так вот, Национальная Академия Наук США публиковала отчет полиграфа выявления лжи. Так вот, исследователей, была большая группа исследователей, которая участвовала в этом деле, и они пришли к мнению, что исследования эти ненадежны, ненаучны и предвзяты. И что их результативность не сильно больше от угадывания или применения каких-то экстрасенсорных способов выявления информации. Что его результативность чуть больше, чем случайное угадывание. Но опять же, я вернусь к тому, о чем я говорил немножко раньше, что, например, правительственные органы Соединенных Штатов Америки считают, что если полиграф дает хотя бы на минимум, на какую-то, хотя бы на какую-то копейку возможность, вероятность отсеивания ненадежных, откровенно опасных личностей, которые могут попасть в правоохранительные органы, то его стоит применять. Ну, опять же, скажу, позиция спорная, но это позиция, скажем так, государственных деятелей. Так, ну и давайте мы с вами, так сказать, в третьей части нашей встречи, нашей с вами беседы коснемся книги, которую я вам тоже вначале рекламировал. Это книга Чарльза Форда «Как, почему и зачем лгут даже честные люди». Книга эта тоже, она очень интересная. Она пересекается, в чем-то пересекается с книгой, которую я вам представлял немножко раньше. Вот, и она такая очень объемистая по толщине, и я тоже крайне ее рекомендую для ознакомления. Она написана тоже таким достаточно простым языком, значит, не требует особых каких-то специальных познаний, и будет очень полезна для многих людей, которые хотят, как говорится, глубже понять себя, глубже понять других людей. Ну, вот, как бы, из аннотации можем сказать, что каждый из нас ежедневно сталкивается с потоком лжи. Лгут не только дети, политики, рекламщики. Нас обманывают коллеги, друзья, партнеры, даже члены семьи. А мы, в свою очередь, обманываем их. Мы учимся врать с детства и хотим постичь искусство обнаружения обмана. Так вот, фундаментальный труд доктора Форда проливает цвет на этот феномен, который касается всех сфер нашей жизни. Будет это воспитание детей, отношение с любимым человеком, движение по карьерной лестнице или даже покупка подержанного автомобиля. Ну, давайте я вам пройдусь немножко по главам, каким-то темам, которые здесь автор раскрывает. Естественно, что я не имею возможности вам пересказывать всю книгу. И я, опять же, крайне рекомендую вам все-таки ее найти и почитать. Но для того, чтобы поддержать интерес к ее содержанию, я вам немножко расскажу, что же в ней в этой книге есть. Итак, в первой главе, которая называется «Все люди врут». Значит, это прям доктор Хаус, какой-то. Здесь автор делает такое введение в такие очевидные виды лжи, почему все люди врут, в каких ситуациях люди врут, что он рассматривает, например, ложь ради сексуального удовлетворения, ложь на рабочем месте, ложь рекламодателей, ложь политиков, ложь врачей, ложь ученых. То есть то, с чем сталкивается человек практически каждый день. Дальше. Вторая глава это «Как распознать обман или язык лжи?» Значит, какой же можно выделить язык лжи, уровни лжи, классификации лжи? Ну, это тоже, опять же, по мнению именно данного автора, ибо классификаций может быть довольно большое количество. О том, что обман может быть словесным, вербальным, может быть невербальным. Здесь же автор касается темы самообмана, вранья самому себе, которые сюда входят же концепции бессознательного и защитные механизмы эго. И как бы последствия работы этих защитных психологических механизмов. Ну, опять же, повторюсь, что последствия работы этих механизмов не всегда позитивны для человека. Дальше, опять же, этот автор касается биологии обмана, да, то есть, например, обман в царстве животных, обман у слонов и приматов, взаимный альтруизм и обман, очень интересная тема. Дальше, неврологические симптомы, связанные с обманом, и это касается какой-то степени темы, которую мы с вами уже немножко проговорили, это детекторы лжи и других способов детекции, скажем так, неискренности. Также какие-то расстройства, связанные с памятью, связанные с нарушениями, неврологическими нарушениями, которые выражаются в расстройствах памяти. Также интересная такая тема, как влияние наследственности на ложь, тоже очень интересно, имеет смысл почитать. Вот, значит, развитие, следующая глава четвертая, развитие навыков обмана, раннее детство, развитие человека, на каких этапах человек учится лжи, учится манипулированию, это раннее детство, ранний период, латентный период, юность, усвоение этики обмана, управление эмоциями, стиле воспитания детей, социализация и тому подобное, значение психологических травм. я даже немножко остановлюсь здесь, так как эта тема очень важная, немножко остановлюсь, какой же стиль воспитания зачастую провоцирует вероятность того, что ребенок, которого так воспитывали, вырастет в руна, манипулятора и вообще неприятного человека, какой стиль воспитания способствует. А способствует ему стиль воспитания, в котором, например, два родителя демонстрируют разные отношения к одним и тем же поступкам ребенка. Либо родители демонстрируют одно отношение бабушки, например, дедушки другое. Например, ребенок там, скажем так, что-то там нашалил, да? Например, один из родителей или родители оба родителя говорят ребенку о том, что это поведение не является хорошим и так дальше поступать нельзя. Противовес этому, например, бабушки иногда, некоторые бабушки есть, так поступают, говорят ребенку, да, нет, это все хорошо, типа ты не обращай внимания, ты же мой там золотой, конфетный, шоколадный и так далее. И ребенок, видя вот такое двойственное отношение, начинает этим пользоваться, начинает врать, начинает манипулировать, начинает искать поддержки своим выходкам у того родителя или того воспитателя, да, того близкого человека, который ему потакает, который его балует. И вот такое поведение со стороны, например, это часто бывает со стороны бабушек, да, вот такое балующее поведение, оно на самом деле оказывает ребенку, растущему ребенку, очень серьезную медвежью услугу. Вот, и если родители, которые понимают, к чему это может привести, они пресекают такие действия, например, бабушек или действия другого родителя, то они имеют вполне нормальный шанс воспитать ребенка, воспитать человека, который будет адекватен, который будет самокритичен, который будет понимать, что когда что-то можно делать, когда чего-то делать нельзя. Вот, дальше в следующей пятой главе автор рассматривает мотивацию обманщиков, обмана, то есть, например, какие вот такие распространенные мотивы обмана есть, например, ложь с целью избежать наказания, ложь с целью сохранить ощущение независимости, ложь как акт агрессии, ложь с целью почувствовать власть, ложь с целью произвести впечатление, ложь как средство исполнения желаний, ложь, поддерживающая самообман, ложь с целью манипулировать поведением окружающих, ложь с целью помочь другому человеку, такой вот альтруистическая ложь тоже может быть, ложь с целью поддержания чужого самообмана, ложь как решение социально-ролевого конфликта, ложь с целью испытать чувство собственной важности, и ложь с целью ощутить самоидентичность. Вот то, с чем мы можем действительно столкнуться в общении с другими людьми, мы можем увидеть воочию эти мотивы лжи в нашем реальном общении. Дальше в шестой главе автор рассматривает ложь, связанную с патологией развития, с патологией развития личности, с психической патологией, когда вот именно ложь, как бы неконтролируемая у человека бывает в таких случаях. Дальше, например, восьмая глава посвящена особо, так сказать, одаренным лагунам, это различным родом самозванцам, мошенникам, людям, страдающим синдромом Мюнхгаузена. Вот с такими людьми они очень редки, но с ними можно столкнуться. И автор здесь описывает, каким образом можно распознать таких людей. Следующая глава, девятая, посвящена ложным воспоминаниям. Действительно существует такой феномен, как ложное воспоминание. И он, конечно, присущ далеко не всем людям, но те люди, у кого он есть, этот нехороший феномен может служить им очень плохую службу, не только им, а и другим людям, в случае, если такие вот люди являются свидетелями о каких-то судебных делах. То есть понятно, что это может быть очень неприятные последствия иметь. Дальше. Глава десятая посвящена у нас, так сказать, распознаванию обмана. Но даже уже не с помощью детектора лжи, как в одной из предыдущих глав, а методам, которые им доступны любому из нас. Ну вот, например, сам человек как детектор лжи, невербальное проявление обмана, вербализация и вокализация, то есть работа с голосом, мимика и психологические реакции, жесты и движения, например, половые различия при распознавании обмана, последствия мотивации лугуна и привлекательности раскрытия обмана. Как, например, человек, который интервьюер, который общается с другим человеком, может влиять на поведение обманщика. Как научиться распознавать обман. Ну и люди, профессионально распознающие обман. То есть можно об этом тоже узнать. Ну и еще оставшиеся несколько глав, которые там посвящены влияниям на лгунов, последствиям обмана и самообмана, ну и тому подобному. В общем, очень рекомендую эту книгу для того, чтобы, как говорится, улучшить свои социальные навыки в общении с другими людьми, в тех ситуациях, когда каким-либо образом, явным или неявным, задействуется другими людьми ложь в общении с нами. Тут как-то, ну не так давно, у меня была дискуссия, ну не то, что дискуссия, просто обсуждение с коллегами насчет того, что, как вот реагировать, ну был задан такой вопрос, как вот реагировать, если тебе врут, да, вот врут в глаза. Что делать? Нужно ловить лжеца за язык или как бы не реагировать, или вообще как поступить правильно? Ну, скажем, в моем мнении, нужно всегда, чтобы это было в адекватной ситуации. Вот если, допустим, врет ребенок, да, то желательно ребенку не ругать его за это, а объяснить ему, почему так не нужно делать. Вот объяснить ему, почему его манипуляция не пройдет. Вот именно такое честное, честное общение с ребенком сделает его впоследствии честным с вами. Ну, еще, чтобы я мог сказать, что, как говорится, мудрый человек, да, вот если он заметит, что ему врут, он не станет на этом акцентировать внимание. Он просто сделает для себя некие выводы, но не будет, что называется, трубить об этом во все трубы, во все голоса и хватать кого-то, разоблачать на месте. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, что ложь, она никак не связана с моралью, хотя кажется, что она связана с моралью, но она с ней не связана никак. Механизм лжи эволюционно взят нами от наших еще животных предков. И нам без него, ну, как бы, обойтись крайне тяжко. Вот. Можно, конечно, ну, скажем так, любой человек может, например, сказать, что я вот буду абсолютно честен, да, вот со всеми в любых ситуациях. Вот. И если такой человек попытается быть таким, да, абсолютно честным, то он очень скоро поймет, что он оказался в изоляции, что он скоро окажется один, потому что слишком, скажем так, слишком честный человек, неадекватно честный человек, он выпадает из общества. Вот. Поэтому, как бы, в заключении я хочу сказать, что давайте будем относиться к феномену обмана адекватно. Давайте воспринимать его как некую данность, которая есть, из которой нужно иметь дело, которую не нужно пытаться, как сказать, истребить в других людях, которую не нужно пытаться людей переделать, к которым нужно относиться с пониманием, адекватно относиться к этому явлению, как в других людях, так и в самих себе. Ну, на этом, на этом мы будем заканчивать сегодняшнее наше мероприятие, связанное с вебинаром, посвященным психологии обмана. Надеюсь, что это сегодняшнее занятие было интересным и полезным для вас. Если у кого-то, может быть, есть какой-то вопрос, я тут смотрю, что уже написали много чего, написали в чат, а я за, скажем так, за своим выступлением не обратил на все внимание. Так, значит, здесь в основном у нас дискуссия шла о том, что у кого-то какой-то плохой интернет. Ну, я хочу напомнить участникам нашим уважаемым о том, что если вы чего-то не услышали, чего-то вы не разобрали, или вы поздно подключились, вы всегда можете по прошествии некоего периода времени, там, ну, наш сейчас модератор может вам сообщить, через сколько примерно появится запись вебинара на значит, на сайте Ешка, и вы можете просмотреть этот вебинар еще раз с целью увидеть и услышать ту информацию, которую вы, возможно, упустили. Так, значит, я вижу, что здесь задавался вопрос по поводу Экмана, да? Ну, что я могу сказать? Это выдающийся ученый, но, опять же, его идеи довольно спорный, поэтому, как бы, мне сейчас тоже нет времени его обсуждать, если он вам интересен, пожалуйста, читайте, читайте его произведение, читайте критику его, делайте свои, свои выводы из прочитанного. На этом я хочу вас еще раз поблагодарить, уважаемые участники, за то, что вы сегодня нашли время для того, чтобы посетить наш вебинар по практической психологии школы Ешка. Спасибо вам, жду вас на наших экранах, наших компьютеров, мониторов в следующем месяце и надеюсь, что следующая тема также будет для вас интересной и полезной. Всего доброго, до свидания.